Здравствуйте! Теперь давайте рассмотрим большую и интересную тему контактные формы. Будем учиться с вами их создавать. Вы, наверное, много раз видели такие формы и пользовались. Мы с вами знаем, что HTML это язык разметки. Он указывает браузеру, как нужно отображать элементы поля в нашей форме. А вот что касается такой кнопки, как отправиться, то здесь HTML бессилен. Он не может обрабатывать данные. Для этого предназначены специальные серверные языки программирования. Например, язык PHP. Поэтому наша форма должна быть как-то связана с серверным языком программирования. Другими словами, с обработчиком, который будет обрабатывать данные. Давайте рассмотрим схему работы формы. Человек заполнил форму и нажал кнопку отправить. В этот момент данные отправляются некоторому обработчику. Пускай это будет файл форм PHP, написанный на языке программирования PHP. Этот файл будет заниматься обработкой данных, полученных из формы. Далее все зависит от того, что хочет владелец сайта. Если он хочет получать имейл-письмо с этими данными, то в PHP-обработчике записывается специальная инструкция, которая отправляет владельцу сайта письмо с информацией, взятой из формы. Он может написать, чтобы эти данные заносились в базу данных. Здесь вариантов может быть несколько. Здесь важна суть. HTML необходим для того, чтобы создать только внешний вид формы. Все, что касается обработки данных, происходит в отдельном файле. И мы его будем создавать. Вот такая схема работы. Сейчас наша задача научиться создавать формы с помощью HTML. Возвращаемся в код. Я рекомендую создать отдельную страницу для изучения форм, чтобы не путаться. Создадим новый документ. И назовем его, например, форм HTML. И сохраним его под этим названием. Так, вот теперь возвращаемся в исходный код и начинаем создавать первую форму. Формы создаются с помощью тега форм. Это парный тег, поэтому его необходимо закрыть. Давайте напишем. У этого тега есть обязательные атрибуты, которые необходимо указать. Во-первых, это тот самый обработчик, куда надо отсылать все данные. Мы его должны прописать. Пишем атрибут action, а в кавычках имя файла. Назовем его так же, как и форму, форм.php. Расширение этого файла будет php. Пишем. Следующий важный атрибут – это атрибут метод. Пишется он так. Он отвечает за то, каким образом данные будут отсылаться. Будет два варианта. Про них мы поговорим буквально через несколько уроков. Пока просто напишем «пост». Желательно для формы дать имя. Это необходимо для того, что на странице может быть несколько форм. И чтобы они различались, им всегда желательно давать имя. За это отвечает атрибут name. А в кавычках пишем «форм 1». В принципе, наша форма создана. Если мы посмотрим в браузере, то ничего не увидим. Потому что нет никаких элементов в нашей форме. В следующем уроке продолжим создавать первые элементы формы.